Уже месяц в мини-фермах Абибрахмановых из Артского района работает не на прибыль. Коров бы прокормить. Литр молока они стали продавать на 5 рублей дешевле. Зимой и так надои небольшие. Коровы готовятся отелиться. А тут еще обвал закупочных цен. Повысили бы цены на молоко. Раньше 22 было, сейчас 17. Росима у нас надоела летом на 80 тысяч. А вот на сегодняшний день, если сосчитать эту же тонну, на 55. 25 тысяч уже как бы убыток. И такая ситуация практически у всех хозяев буренок. Обвал закупочных цен произошел в 50 субъектах страны. Но в Татарстане одна из самых низких цен. По данным Минсельхозпрода республики, литр молока отдают в среднем за 17 рублей. Самая высокая цена в Умадышском районе замыкает таблицу Дрожановский район 15 рублей. Сговор ли это переработчиков молока или посредников, которые скупают сырье? Пока ответа нет. В Татарстане же принято решение поддержать тех, кто еще держит коров. Президентам принято решение о выделении единовременной субсидии в размере 360 миллионов рублей. Это общая сумма субсидий на сохранение поголовья коров в личных подворьях и увеличение продуктивности молока. Те, кто содержит одну корову, получат 2 тысячи рублей. За две коровы выплатят по 3 тысячи, а трех и выше по 4 тысячи за каждую. Чтобы получить субсидию, каждую корову нужно зарегистрировать. Данные внесут в электронную книгу. Уже на этом основании от фермеров будут принимать заявление и брать письменное обязательство сохранить поголовье. Миллион 800 тысяч тонн в прошлом году. Татарстан – лидер по производству молока в стране. Не сдавать позиции и сохранить поголовье в непростое время нужно и крупным производителям. В республике прорабатывается вопрос о новых выплатах по 3 рубля за каждый литр. Анна Граднова, Игорь Романов, ТНВ, Арский район, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова